Здравствуйте, Сергей Гемеденко, массажисты Костобрав, старая школа здоровья. Недавно меня спросили, чем по-настоящему отличается массаж Костобрава от других видов массажа. И я в общем-то в процессе объяснения понял, что как-то вдруг я об этом очень мало говорю вообще. Так вот, решил я сегодня как раз об этом рассказать. Пять степеней воздействия на тело человека, это и есть то самое главное, что мой массаж отличает от других вариантов. Что значит пять степеней воздействия? Главным принципом, главным механизмом изменения в теле человека, который я в это тело привношу, является принцип трения. Потому что именно перемещая ладонь по коже человека, я вызываю это самое трение. И вслед за ним нагреваю кожу, расширяю капилляры, смещаю мягкие ткани, смещаю мышцы, которые под кожей прячутся и так далее, и так далее. То есть трение, то есть сила воздействия на тело. И вот этой силы воздействия, силы давления, силы трения, их в системе массажа Костобрава, этих вариантов, этих этапов, этих ступеней всего пять. Начинается с самой слабой, самой нежной, это перо, то есть буквально как будто перо касается тела, очень деликатный, едва ощутимый контакт пальцев, ладоней с кожей человека. Затем вслед за пером хлопок, то есть как будто вот хлопчатобумажная ткань. Затем вслед за этим шерсть, затем вслед за этим фетр, ну то есть вот, например, грубая солдатская шинель и, наконец, железный пруд. Иногда, если дело касается работы с воспаленными тканями, миозид и так далее, то здесь чуть перемещается в сторону еще более деликатного воздействия. И здесь после пера идет шелк, то есть чуть-чуть более ощутимое, чем прикосновение пера, но по-прежнему очень нежное. И там получается при работе с воспаленными тканями, когда вот нам надо помочь человеку, и прикосновение у человека к пальце вызывает боль, там идет более медленная, более поступенчатая, более постепенная работа, начинающаяся с пера. Вслед за пером идет шелк, затем хлопок, затем шерсть, более жесткая, почти фетр, и, наконец, пруд, металлический пруд. То есть ощущение вот при этом этапе, на пятом, самом высшем, ощущение у человека такое, как будто у него по телу, иной раз, действительно, прям прудом, металлическим передвигают. И когда я вот работал интенсивно, вот, и активно работал именно этот пятый этап, люди иной раз, в буквальном смысле, оборачивались, чем же я таким его массирую? А это всего лишь большие пальцы. Потому что именно на этом, на высшем этапе воздействия, на самом глубоком, мы и выпроводим костоправство мышц. Мы их укладываем. Мы восстанавливаем их анатомически и физиологически правильное положение. Разумеется, сразу, вот, сразу с бухты барахта этого делать нельзя, потому что суставы еще не готовы, связки. Большой палец выворачивается, очень легко, очень легко его вывихнуть, даже если этого не хочешь. А тем более, очень легко сместить какие-то мышцы, нервы, переместить и прочее, когда ты их еще не ощущаешь. Поэтому всегда работа начинается вот с того самого нежного воздействия, либо с пера, либо с шелка. Но в любом случае, всегда это очень нежное, щадящее воздействие, растирание всей ладонью, которое постепенно становится все более глубоким. И именно таким образом, снова и снова, проходя по одному и тому же месту, но чуть сильнее надавливая, используя ту или иную часть ладони, мы усиливаем наше воздействие. Мы постепенно человека разогреваем, мы человека расслабляем, и мы перемещаем те мышцы, те ткани, мы их растягиваем, и они растянувшись и вернувшись свое эластическое состояние, вот то натуральное, они сами укладываются так, как им надо. Поэтому и говорится, что на самом деле человек, организм сам себя лечит, а костоправа только помогает преодолеть какие-то задоры, какие-то препятствия, какие-то пробки. Но самое главное, это вот эти пять ступеней воздействия. Мы разогреваем, мы расслабляем, мы успокаиваем, и мы восстанавливаем. Именно так. Сергей Демиденко, массаж костоправа. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»